Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я к тебе хочу быть ближе, Боже мой, дай видеть твой взгляд, Но хочу я видеть твой взгляд, Не могу быть без тебя, Боже мой, дай видеть твой взгляд, Не могу быть без тебя, Боже мой, дай видеть твой взгляд, К тебе хочу я, К тебе хочу быть ближе, К тебе хочу... К тебе хочу я, К тебе хочу я, К тебе хочу быть ближе, Иисус. К тебе хочу, К тебе хочу я, К тебе хочу быть ближе, К тебе хочу я, К тебе хочу быть ближе, Иисус. Халилюя! Халилюя, царь царей! Халилюя, Отец Небесный! Халилюя, Господь! Халилюя! О, Дух Святой, спасибо тебе, царь! Спасибо тебе, Господь, за то, что всегда ты с нами! Бог мой, мы не устанем благодарить тебя, Отец! Господь, твоя милость и благодать всегда с нами, царь! Бог мой, ты высвобождаешь ангелов своих, чтобы они служили нам, царь! Чтобы они поддерживали всегда нас и во всем! Халилюя, Господь, спасибо тебе за эту милость, царь! За твое присутствие, Бог мой, за твою любовь мы благодарим тебя, Исламе! Бог мой, прости нас и очисти, если где-то мы мало верим, царь! Где-то мы сомневаемся, Отец! Где-то мы делаем какие-то ошибки! Бог мой, помоги нам следовать за тобой, Отец! Держаться в твоей руке, царь! Идти за тобой, Господь, во имя Иисуса Христа! Спасибо тебе, царь! Благодарим тебя, Исламе, Иисус! Аминь! Халилюя! Халилюя, церковь! Я вас практически не вижу, но вы меня точно видите, и мы перешли в онлайн. Поэтому я рад всех приветствовать вот так вот, может быть, немножко дистанционно, или не немножко, а прямо дистанционно. Каждого из вас приветствую в нашем библейском центре посольства Иисуса в Доме Бога Живого. Аминь, друзья! Я верю, что все вы говорите Аминь! Аминь! Хорошо, ну что, мы ушли в онлайн, и на улице дождь, некомфортно, неудобно добираться до церкви, не переживайте, мы пришли в ваши дома. Я шучу, конечно, не поэтому, но дождь действительно на улице сегодня 100% целый день. Но мы ушли в онлайн немного, скажем так, пиблик говорит нам, чтобы мы были просты, как голуби, но мудры, как змеи. Аминь! И мы немножко, может быть, или упреждая какие-то события, мы решили пока уйти в онлайн. Много заболевших, и это не только ковид, да его и не так много, но тем не менее, есть люди, и мы есть в соцсетях, в переписках, и люди просто болеют, ну, какими-то простудными заболеваниями, какими-то другими вирусами. Поэтому лучше обезопаситься, обезопасить своих близких и людей, то есть, да, там, выше, которые уже в возрасте. Аминь, друзья! Аминь! Но Духа Святого никак это не угощает, Его силы, Его посыла, Его послания. Аминь, друзья! И Его воля здесь, на этой земле, в твоей жизни, и в нашем городе, в нашей церкви. Аминь, друзья! Во имя Иисуса Христа! Хорошо. И мы с вами продолжаем дальше. Прежде чем мы начнем, я хотел бы некоторые моменты сказать вам. Так как мы онлайн, вы можете прислать, и даже не можете, а присылайте свои нужды, какие-то, может быть, нужды, не знаю, исцеление, неисцеление, спасение. Все свои нужды присылайте, пожалуйста, через наши соцсети, через наши мессенджеры, и мы в конце служения будем молиться за них. Мы будем соглашаться все вместе, и молитве согласия будем провозглашать, чтобы Господь исполнил и ответил на всякую нужду. Аминь, друзья! Аминь! Вчера была суббота, и наш фонд социальной помощи организовывал, при поддержке спорта Нижегородской области, организовывал такую хорошую штуку. Все вы ее знаете, мама, папа и я, кто-то из вас даже участвовал. И вы знаете, мы популяризируем наши семьи, и здравые семьи, люди, которые были раньше в проблеме, сейчас у них семьи и дети. И настолько администрация Нижнего Новгорода, она откликнулась на это. И пришли даже представители, 5 и 6 представителей, я сейчас не буду перечислять, то есть они все представлялись, и нам дали какие-то подарки. В России было, по-моему, 12 семей, и мы начали, администрация идет на контакт, это так здорово на самом деле. Они понимают, что какая жизнь у нас была, и какая у нас сейчас стала, и, наверное, мы будем шагать дальше. Выиграла одна, первое место заняла одна многодетная семья из Розамаса, правильно, Енасины. Мы их всех поздравляли вчера, еще раз, может быть, поздравляем. Это здорово, друзья! Это слава Божия, это свидетельство того, что наши жизни меняются, нас меняет Господь. Аминь! Поэтому будем двигаться дальше, возможно, мы сделаем там зимние какие-то эти игры, и еще что-то. Хорошо, давайте помолимся еще коротко, и перейдем к слову. Отец наш Небесный, Господь Иисус, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя за это время. Здесь, на этом месте, где бы мы сейчас ни находились, мы открываем свои сердца пред Тобой, и мы просим, молим Тебя, благослови нас, Господь. Бог, мы открываем нам свою святую истину. Говори в наши сердца, Царь, наполняй нас своей силой, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы посвящаем это время Тебе, Господь, и мы просим, молим Тебя, приходи к нам, Отец, и меняй наши жизни во имя Иисуса Христа. Аминь! Аминь, друзья. И у нас месяц исцеления, и моя проповедь, она так и называется, слово мое сегодня называется «Исцеление». И что бы я хотел от каждого из вас, что бы вы не слушали слова человеческой мудрости, может быть, исходящими из моих уст, но что бы каждый из вас услышал послание именно от Бога, именно Божье послание, которое Он приготовил для каждого из вас прямо сейчас. И Он это скажет, аминь, через свое слово. Аминь. Друзья, мы все живем в естественном мире и смотрим какими-то естественными логическими глазами. Но мы с вами люди верующие, аминь. И каждый из нас, мы живем как раз сверхъестественно. Мы не живем по закону мира всего, но живем под благодатью Божией. Аминь. Но все, школа, логика, какие-то вещи, какие-то цифры, какие-то теоремы, какие-то догаданные моменты, какой-то опыт в жизни, они заставляют нас думать логически. Аминь. Или как-то, ну, это уже пройдено, это уже было, и мы уже наступали на эти грабли. Слушайте, мы живем сверхъестественной жизнью. Аминь. И Бог, Он неестественный. Он сверхъестественный. Он сверх того, что ты думаешь. Он сверх того, что ты видишь. Аминь. Он своим словом сотворил все здесь, на этой земле. Аминь, друзья. Аминь. И порой твои глаза, они говорят, что все, нет выхода. Вот какая-то проблема, не существует какого-то выхода, и ты видишь, ты понимаешь, что все обстоятельства, они говорят, слушай, невозможно, нереально что-то изменить. Вот, ну, вот, вот, и у тебя рисуются картины какого-то неблагословения, потому что все тебе об этом подсказывает. Все говорит, что какая-то пропасть, что что-то будет не так. И мы вот так устроены, и часто так бывает. Но послушай, Бог говорит тебе, nothing is impossible. И ты ему, что, что, что? А Он тебе еще раз отвечает, повторяет, nothing is impossible. И ты говоришь, в смысле? Он говорит тебе третий раз, слушай, ничего нет невозможного. Вообще ничего нет невозможного. Для меня нет невозможного ничего, говорит Господь. И так говорит Его Слово. И послушай, когда ты покаялся, так и было. И смотрите, Господь всегда нам показывает и показывал в нашей жизни, и будет это делать. И в своем Святом Писании показывает, что, слушай, для меня нету ничего невозможного. И я творю все новое. Я веду тебя из славы в славу. Аминь, друзья. Вы знаете, все мы с вами знаем процесс, как растет виноград. Этот момент мне подсказал мой хороший друг. Мы все знаем. Все очень просто. Ты берешь семечко, ты сажаешь его в землю. То есть вода, дождь поливает это семя. Через какое-то время появляется росток. Может быть, через 2-3 года, 5 лет вырастает виноград. Хорошие какие-то сорта винограда, то есть виноградные лозы. Некоторые живут по 50, по 100 лет, по 80 лет. Именно виноградная лоза за ней ухаживает. И только через какое-то время, когда после посадки самого семечка вырастает виноградная лоза, появляются плоды, и потом только появляется вино, и оно тоже появляется через какое-то время. А хорошее вино, хорошее, оно появляется, ну там, не знаю, через несколько лет, наверное, да, то есть его сделали в этом году, и еще проходит несколько лет. Если мы сейчас с вами отмотаем назад, то от момента семечка до хорошего вина проходит долгое время, то есть даже долгие годы, несколько лет, к примеру, как минимум. Что сделал Господь? Он взял воду, вы помните, да, то есть его первое чудо. Он взял воду и сразу же превратил ее в хорошее вино. В такое хорошее вино, что распорядитель пир, он даже удивился, он говорит, а ты вообще зачем купил хорошее вино на потом? Обычно потом дают уже так себе, ты сделал хорошее вино. Он сделал это как? Неестественно. Он сделал это сверхъестественно, показав, что, слушай, я могу творить в своей жизни сверхъестественные вещи, которые, ты думаешь, это невозможно, но для меня нет ничего невозможного. Я это делаю, и я это творю. Он сделал это вот так вот, он сделал это сразу. Он взял воду, которая должна была поливаться в почву, которая должна была, почва должна была произрастать что-то, нечто, да? Аминь. Он взял эту воду и сразу же превратил ее в вино. Аминь, друзья. Аминь. Так же он ходил и творил эти чудеса сверхъестественные, нереальные. Так же он говорил людям, и, вы знаете, даже, может быть, иногда с каким-то юмором, он говорит фарисеям, разрушите сей храм, и я в три дня восстановлю его. Вы разрушите сей храм, и я в три дня, говорит, восстановлю его. Они говорят, в смысле? Ты за три дня восстановишь тот храм, который мы делали 47 лет? О чем ты вообще говоришь? Вот вы знаете, мы зачастую просто не понимаем его. Он знал это, он знал, что они, наверное, так отреагируют, но все равно им это говорил. И мы зачастую так воспринимаем какие-то слова его, или, может быть, откровения. Мы реально ошибаемся, как люди. Он говорит, я в три дня восстановлю. То есть та сила, которая воскресила Христа из мертвых, в точности та же сила, она сейчас есть внутри тебя. Это сила вместе с тобою. Потому что Христос говорил, после того, как Он воскрес, Он говорил, послушайте, дела, которые я творил, и вы творить сможете. И даже написано как? Аминь. Написано, более того. То есть то, что делал я, вы сделаете еще более того. Ты думаешь, да уж куда более. Более того. Эта же самая сила, которая воскресила Христа из мертвых, она живет внутри нас. То есть это не мы такие сильные, это не мы такие крутые. Это тот сверхъестественный Бог, для которого нет ничего невозможного. Он живет внутри каждого из нас. Аминь, друзья. И это возможно. Это правда. Сколько раз в своей жизни были эти вещи. Ну, давайте. Римлянам 4, 4, 18. Римлянам 4, 18 стих. Римлянам 4, 18. Говорится об Аврааме, что Авраам, он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанным ему, так многочисленным будет семя твое. Авраам сверх надежды, поверил с надеждою. Один из переводов говорит, Авраам в отсутствии всякой надежды, надежды не было никакой, ни на что. Просто тебе не за что цепляться. Ты летишь в какую-то пропасть. Нет надежды, понимаете, ее не существует. Ты ни на ниточке, ни на волоске, ни на чем не висишь. Ты просто летишь в пропасть. И вот в этом состоянии Авраам в отсутствии всякой надежды поверил сверх надежды. Слушайте, его было 90 лет. И он все, он уже там с утра в туалет с высоко поднятой головой не ходил. Ему 90, понимаете. Там просто не было вариантов, никакой надежды. Он говорит, слушай, я произведу от тебя многочисленный народ. Наверное, Аврааму были мысли, что нельзя было сделать это в 60 лет, ну там в 50, ну хотя бы в 70. Почему в 90? Почему сейчас именно? И то же самое он сказал Саре, что от тебя я произведу. То есть Авраам и Сара. И у Сары все уже пересохло. Там тоже не было вариантов, понимаете. И он думает, почему так? Потому что Бог берет невозможное из сухой земли, из каких-то нереальных вариантов, из того места, где уже просто ничего не происходит, из какой-то темноты. Он берет и делает нечто, аминь. И если он когда-то делает, он это делает великим, аминь, друзья. То же самое происходило не раз в твоей жизни. Я уверен, и в моей жизни, и в твоей были эти свидетельства, и они еще будут не раз. Аминь, друзья. Аминь. И казалось бы, даже уже Авраам, он искал какие-то варианты. Уже там помоложе немножко вариант нашел. Вот служанка, может быть так получится. Когда какая-то надежда появилась, Бог говорит, нет, 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 вообще не так. Я произведу народ великий от тебя и от Сары, и он это сделал. Аминь. Сверх всякой надежды, в отсутствии всякой надежды, друзья, наша вера все равно должна быть внутри нас и оставаться. Аминь. Потому что мы живем не естественной жизнью, а сверхъестественной. Не живем по закону мира всего, но по благодати Божией. Аминь. Слово Рема на этот месяц, это 1 Петра 2, 24. И оно говорит нам о том, что... Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды ранами его. Вы кто? Мы исцелились. Он говорит в прошедшем времени, вы уже исцелились. Аминь. Вы уже исцелены. Аминь, друзья. Вы уже получили это. Это уже вам принадлежит. То есть он это говорит в прошедшем времени. Аминь. И зачастую мы своими мыслями, своими какой-то логикой, своими какими-то вещами, мы не можем это получить. Мы не можем это уразуметь. Или нам не хватает веры, или еще каких-то вещей. Но, друзья, он уже это сделал. Аминь. И вот, может быть, сейчас, в какое-то, наверное, тяжелое время, кто-то, может быть, уже столкнулся, я знаю, лично людей с моей домашней группы. У кого-то родители. То есть там один из родителей ушел. У наших пасторов они пережили этот момент. Тоже как бы родители. И мы... Ну, это реально тяжелое время. То есть мы слышим, там-там, ну, люди уходят там. И действительно из-за ковида. И вера, может быть, в эти моменты, когда ты наблюдаешь, что-то что-то происходит. Ты же молился. Ты же вроде молился об исцелении, за эти вещи. И тебе тяжело. То есть, наверное, может быть, вера или какое-то основание пытается уйти из-под твоих ног. Но послушай, Господь не меняется и не менялся. На всю волю Божию. И нам вот в это время как раз не надо угошать ни Духа Святого, ни веры. А нам, наоборот, надо становиться сильнее и питаться. Аминь, друзья. Потому что так оно и было. Послушайте, когда... Когда Авраам с Евой, они были в саду в Эдемском, то там было все хорошо. Бог все предусмотрел. Он все уже сделал. Там не нужно было заботиться и, может быть, о чем-то переживать. Но он наблюдал. Вы думаете, он не знал, когда змей разговаривал с Евой? Мы думаете, он не знал этого момента? Да в любом случае он это знал. Но он не вмешивался. И он не вмешивается. Мы с вами, как люди, зачастую делаем какие-то ошибки. И Ева делала ошибку. И потом сделала ошибку. Авраам, что они сделали? Власть, которая дана была им, они все это сами, своими руками отдали дьяволу. И Бог не вмешивался, потому что мы с вами созданы, ну, как бы, не роботы, а у нас есть свой выбор, у нас есть своя воля. Аминь. То же, что потом произошло? Все стало наоборот. Иисус Христос взял эту власть, пошел на крест, победил, и взял эту власть и отдал нам. Аминь. И говорит, что те дела, которые делал я, и вы их совершите, и даже более того. Аминь, друзья. Аминь. И мы уже это получили. То есть у нас уже это есть. И нам нужно просто дальше идти за Богом. Аминь. Зачастую просто в твоей голове, ну, дьявол пытается нарисовать какие-то картины неправильные, неправедные, что конец будет плохой. Но мы с вами знаем, что конец будет хороший, потому что Господь дал нам обещание и дал нам обетование. И Он обещал нас не оставить. Он обещал нас благословить. И благословить не просто нас, а до тысячи родов. Аминь, друзья. Поэтому есть исцеление, и мы уже его получили. И давайте с вами откроем 3 Иоанна, 1 глава, 2 стих. 3 Иоанна, 1 глава, 2 стих. Прошу прощения. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Аминь. И Он говорит, я молюсь о том, чтобы ты преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. И Бог, Он хочет, чтобы мы преуспевали во всем. В исцелении, в каких-то других сферах жизни. Аминь, друзья. И Он уже позаботился о нас, и Он знает каждую нашу нужду. Мы знаем также из Писания, просто можно много мест в Писании открывать, что прежде прошения нашего Бог знает, о чем мы хотим Его попросить. Вот прежде всякой нужды, которую, может быть, вы сейчас имеете в своем сердце, может быть, вы сейчас ее пишете или напишете, за которую мы будем молиться в конце собрания, вот прежде нашего прошения, Он уже знает эту нужду. Он уже знает эту нужду. Он уже ее знает. Аминь, друзья. И Он уже позаботился об этом. Но мы должны с вами, здравствуйте, преуспевать, как говорит Писание. Аминь, аминь. И, ну, наше мышление, оно бывает искаженным, и оно бывает иногда, ну, знаете, так, больным, где нам тоже нужно иметь исцеление. Мы сейчас об этом поговорим. Потому что мы уже с вами пропитались каким-то негативом. Мы уже с вами открывали, может быть, какие-то двери, верили за что-то, но какие-то вещи, они не случались. Только потом, может быть, мы понимаем, почему так происходило. Но мы с вами уже, может быть, имеем какой-то негативный опыт. И иногда наше мышление, оно бывает немножко больное. Не совсем Божие. Аминь. Давайте с вами прочитаем. Матфея, 6 глава, с 25 стиха. Матфея 6, 25. Так забавно проповедовать. В зале нет никого, камера далеко. Но я верю, что вы меня слышите. Аминь. Матфея 6, 25. Посему говорю вам, поэтому, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить. Не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их. Аминь. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Не говорю ли вам, что... Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог одевает, кольми пачи вас, маловеры. Итак, не заботитесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. И вы знаете, мы иногда с вами превращаемся чуть-чуть немножко в язычников, потому что заботимся об этом. А что это? А за это как я заплачу? А как я это куплю? А как я детей? А вот эти и эти вещи. И мы начинаем об этом заботиться. И немножко наши мысли и наше сердце уходят в сторону или привязываются к каким-то неправильным вещам. Но Писание нам говорит об обратном. Аминь. И он говорит, потому что всего... 32 стих. Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Он в курсе про это, ребят. Он вообще про это все знает. Иногда даже просить его не надо, потому что он знает нужду твою. 33 стих. Что же нам делать? Ищите же прежде всего. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. И все это приложится вам. Аминь, друзья. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Друзья, и получается так, что я не хочу вам сейчас сказать, что слушайте, не надо вообще заботиться, париться о завтрашнем дне. Во что одеться, что есть. Конечно, мы должны думать об этом. Конечно, мы с вами, да, логос, мы здравые. Аминь. Но, слушайте, чтобы переживать и только думать об этом, и быть заостренным, заострить свое внимание только на этом, прилепляться сердцем, а как я выгляжу, а это модно или нет, а как мне вот это, мне бы нужно вот это одеть, чтобы туда поехать. Послушайте, мы не должны прилепляться своими сердцами к этому. Аминь. Потому что всего этого ищут язычники. И если мы уже где-то в своем сердце немножко реагируем так, значит, надо немножко нам перестроиться. Что нужно делать? Нужно прежде всего искать Царство Божие. Аминь, друзья. А остальное все приложится. Потому что сам Бог Небесный, наш Отец, Папочка Небесный, заботится о каждом из нас. И Он печется о нас. Аминь, друзья. Аминь, я слышу, Ваше. Вообще тишина в зале. Тишина. Вы уснули все. Вы со мной хоть чуть-чуть. Аллилуйя. Группа прославления мне скандирует. Аминь. Аллилуйя. Хорошо. Аминь, да? И мы имеем исцеление. Мы уже его имеем. Вот у меня в конспекте написано уже всегда в прошедшее время. Ну, как бы мне бы надо вам сказать. И нам нужно иметь исцеление во всех сферах нашей жизни. Нет, друзья. Мы уже имеем исцеление во всех сферах нашей жизни. Оно уже есть у нас. Мы имеем это исцеление. Аминь. Аминь. Вот основное... Мы имеем исцеление в основных... Вот я бы хотел заострить ваше внимание. В трех основных сферах нашей жизни. В чем мы имеем исцеление. И первое это духовное. Первое это духовное. Вы знаете, как бы я сам к себе наблюдаю. И наблюдаю там в жизни людей. И вот я сейчас, может быть... Ну, просто даже вот... Ну, какие-то мелкие вещи. Они, ну, как бы немного наглядные. Я почему сейчас возьму этот пример? Потому что пастор, это пример пастора. И он... Он выставил его там в соцсетях. И он клевый. Там вообще много всяких. Такая как притча, да. Там много всяких вещей можно почерпнуть. И у пастора была проблема. Вы знаете, пастор тоже человек. И у него была проблема. И я ни в коем случае... Вот только его вера там или еще что-то. Пастор знает мое сердце, как я к нему отношусь. Пастор... Аллилуйя. И он говорит, проблема вообще. Я калитку не могу, говорит, сделать. Все сделал. Вообще все. Там дом построил, забор. Калитка вообще. Вызрал три конторы, три организации. Три какие-то фирмы приехали. Ни одна из них. Никто вообще не может сделать калитку. Все. Прям проблема. Прям трудность. Прям мешает жить, работать. Вы знаете. И... Ну смешно же звучит. Но на самом деле так бывает в нашей жизни. Какая-то калитка. Какой-то гвоздик. Какой-то непокрашенный потолок. Или еще что-то. Какая-то забота. Какая-то вещь. И ты как будто не знаешь, как ее решить. И решение... Ну, многие из вас знают, читали его пост. И решение оказалось настолько... Настолько простым. Настолько подносом. Настолько идеальным. И как обычно, ты... Ну, может быть, даже и не ждешь его из той страны. Просто Алексей, его старший сын, говорит. Бать, да давай я сделаю. Давай, говорит я. Кто ты? В смысле? Как ты сваришь? На чем ты привезешь? Ты что вообще сделаешь? Ты когда-нибудь этим занимался? Ну, я не знаю, как он ему говорил. Но мы с ним разговаривали. Я сейчас, может быть, свои интерпретации. Но посыл был именно такой. Как? В смысле? Три конторы. Три, которые этим занимаются. Они почему-то не могут сделать. Леша пошел на своем плече. Принес какие-то профиля. Сам сварил. Взял у него машину. Съездил до обид. Купил декор. Все это приварил. Покрасил. Слушайте. Я прям недавно увидел. Я его сначала слышал. Пастор, как он это рассказывал. Потом я увидел калитку. Она реально классная вообще. Она прям прикольная. Вы со мной согласитесь. Она прям... Ну, и вот решение, оно рядом. Оно под носом. И оно вот так вот раз и решилось. А мы с вами, как маловеры, где-то иногда проседаем. Аминь. То есть у нас какая-то паника. У нас какие-то вещи. У нас какие-то рисуются картины. Все. Невозможно. Все там сейчас не решится. Послушайте. Все решится. У него все под контролем. У Бога все под контролем. И у него нету каких-то опозданий. У него нету каких-то задержек. У него все вовремя. Аминь. Это было не раз в своей жизни. И послушайте. Как только мы покаялись. Вот когда мы покаялись. Вот мы такие и были. Ну, то есть все. Ты жил до покаяния. Ты жил как в аду. Можно даже сказать просто, да. Ты по сути жил в аду. Потому что ты был мертвый. Ну, как бы, как для Бога получается. После своего покаяния ты воскрес. И Бог дал тебе новую жизнь. И ты вообще перестал переживать. И париться за какие-то вещи. Почему? Ты получил спасение. Ты получил прощение грехов. Ты очистился. Ты стал свободный. У тебя ушли какие-то крючки, за которые дьявол тебя цеплял. И как-то тормозил. Ты просто стал свободный. И вот как раз то состояние, после твоего покаяния, первые какие-то месяца, годы, не знаю, дни, ты реально ощущаешь вот эту свободу и легкость. Куда? Она ушла сейчас от тебя? Куда? Я тебе скажу, куда. Ну, имущество, которое обременяют, какой-то опыт, еще какие-то заботы, какие-то проблемы. Да, там, ну, дети у нас, еще что-то. И все. И ты вроде бы в том же покаянии, ты вроде бы в том же благословении, но где-то уже иногда, как язычники, ищешь каких-то вещей, во что тебе одеться, и что тебе есть. Аминь. Послушай, просто остановись и познай, что я есть Бог. Найди Царствие Божие, и правда Его. И все эти вещи, они отпадут. Господь заботится о тебе. Все нормально. Аминь, друзья. Аминь. И это было, я еще раз говорю, в моей жизни. В жизни и сейчас есть. Недавно я был просто в такой ситуации. Я думал, причем одна из, ну, может быть, из немногих таких ситуаций, что как я вообще мог так оказаться? Что? У меня трое детей. А как вообще жить дальше-то? А что с этим делать, с этой проблемой? И я как будто наблюдал какое-то кино про кого-то. А это кино было про меня. И думаю, да как, Господи, вообще. И, вы знаете, вот в этот момент одна только надежда. Господи, я не знаю вообще. А я на тебя уповаю. Я на тебя надеюсь. У меня вообще вариантов больше нет. Наверное, вот, может быть, в такой момент Господь приходит, когда ты понимаешь, что я уже все. Я как язычники. Мне вообще, вот что там есть, во что одеться. Мне вообще плевать. Мне вот это решить. Да я даже уже и на это внимание обращать не буду. Я лучше просто буду славить тебя, искать тебя и жить, пробовать дальше. Аминь. И Бог выводит. Прямо вот так вот. И сверхъестественно. И в таких вещах, которых откуда невозможно, там засуха, откуда просто было нереально что-то получить. Господь, именно оттуда приходит благословение. Как говорили и про Христа, да? Разве может быть что-то доброе из Назарета? Ну, послушайте. Было. Спаситель пришел. Всего мира. Аминь. И первая сфера, в которой мы имеем с вами исцеление, мы уже исцелены. Это сфера духовная. Аминь. Духовная сфера. И про нее, наверное, здесь одно из наибольших количеств местописаний. Но давайте я прочитаю с вами одно. Римлянам, восьмая глава, с 14 стиха. Римлянам 8, 14-16. Римлянам 8, 14-16. Ибо все, Вадимы, Духом Божиим, суть Сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава-Отче. Ава-Отче – это любимый папочка. Сей самый дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Аминь. А если дети, то и наследники, наследники Божьей, наследнику Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Мы с вами, каждый из нас, мы дети Божьи. А когда ты ребенок всемогущего Бога, о чем тебе переживать, за что тебе заботиться? Послушай, в твоей жизни все нормально. Я тысячу раз, наверное, ну не тысячу, но много раз, и каждый из вас, кто из вас там является мамой или папой, да, матерью и отцом, вы наблюдали, что ваш ребенок, вот он на лестнице на какую-то залазить, там, шведскую стенку или как-то там, все, и у него что-то не получилось, он или не подтянулся, и он сидит такой расстроенный, иногда плачет, он говорит, я говорю, ну давай еще раз попробуй. Нет, мне не получится, мне никогда не получится. И вот мы, как вот эти дети, и это, ну, это реально так немного смешно, и ты понимаешь, в смысле, ты вообще, как ты вот так решил, что у тебя не получится? Ну, почему ты так думаешь, что у тебя не получится? И нам, как родителям, реально эта ситуация, она немного смешная. И вот мы так же, перед отцом нашим небесным, мы взываем там, а вот, любимый папочка, и мы иногда, господи, да что же такое происходит, в моей жизни, не получится? Слушай, а он реально, он сверху наблюдает, и думает, да вообще получится. Ну, как бы там есть два варианта, в принципе, либо он говорит, тебе вообще туда не надо было идти, и этим тебе заниматься не надо, либо второй вариант, слушай, обязательно получится, сто процентов. И он вот так же, как и мы с вами, наблюдая за своими детьми, он смотрит за нами, как за детьми. И ему иногда смешно, когда мы вот эти слезы какие-то духовные, или еще что-то, и мы, господи, что же делать, да не получится? Все получится, аминь, все получится, так говорит Слово Божие. И наш дух, мы соединены с Духом Божиим, и мы в этом плане исцелены. Сам дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, и наш дух исцелен, аминь, потому что соединился с Духом Божиим. Если наш дух соединен с Духом Божиим, то мы живы, мы живем. Иисус Христос умер за каждого из нас, чтобы мы имели жизнь вечную, ибо не пришел Бог судить этот мир, но чтобы мир спасен был через Него. Аминь, друзья. Именно через Него. И каждый из нас спасен через Него. Аминь. Аминь. И эта сфера, она исцелена. И я уже сказал, у меня здесь пример стоит, что духовная власть, она была у нас, когда Бог создал Адама и Еву, но Адам с Евой, они сами ее отдали. И через какое-то время пришел Иисус Христос, забрал эту власть с позором у дьявола, и опять вновь отдал ее нам. Аминь, друзья. И мы эту власть, мы эту силу с вами, мы ее с вами чувствуем, но иногда где-то там, как маловера или еще какие-то вещи, мы ослабиваем. Послушай, все нормально. Бог, он сверхъестественный, и он намного сильнее всех обстоятельств. Написано в Писании, что тот, кто в тебе, сильнее того, кто в этом мире. Аминь, друзья. Аминь. Вторая сфера, в которой мы уже с вами имеем исцеление, это душевная. Это тоже важная сфера, на которую мы, может быть, не совсем обращаем внимание, но она очень важна. Первая Фессалоникийцам, пятая глава с пятнадцатого стиха. Первая Фессалоникийцам, пять пятнадцать. Давайте с вами прочитаем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра, друг и, добра и друг, другу и всем. Всегда радуйтесь. Друзья, всегда радуйтесь. Вот всегда радуйтесь. Ну, там не написано, что когда радостное обстоятельство радуетесь. Нет, там написано, всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Аминь. Духа не угошайте, пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Еще раз он говорит. И двадцать третий стих, он немного ключевой. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока, без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Вот эти три пункта, сейчас третьим мы еще подойдем. Ваш дух, душа, и тело сохранятся без порока до пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Отчасти немножко, конечно, мы должны наблюдить все эти вещи еще в нашей жизни. Но послушайте, в душевной сфере мы с вами имеем исцеление. Он исцелил наши эмоции, он говорит, всегда радуйтесь. Я дал вам Духа Святого, а в Духе Святом вы имеете радость какую? Правильно, совершенную. Она совершенная, она не поддельная, она не вызвана приобретением нового автомобиля, хотя это тоже радость. Все правильно. Она не вызвана, я не знаю, там, выпитым алкоголем, еще какой-то штукой неправильной, да? Нет. Радость в Духе Святом, она совершенная, она настоящая, она натуральная. И Писание так и говорит, что не упивайтесь вином, а упивайтесь Духом Святым, потому что от Духа Святого радость гораздо больше. Аминь, друзья. И мне это очень нравится. Я однажды получил это откровение, что она гораздо больше. И послушайте, всегда радуйтесь, за все благодарите. Аминь. Аминь, друзья. И продолжаем дальше. Хорошо. Третья сфера, в которой мы с вами имеем исцеление, это физическая сфера. Аминь. Физическая. И как написано, да, вот сейчас мы прочитали, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих, я еще раз повторю. Сам же Бог мира, да осветит вас во всей полноте, полностью все. И ваш дух, и душа, и тело, во всей целости, сохранятся без пророка, без порока, в пришествии Господа нашего, Иисуса Христа. Они сохранятся. Аминь, друзья. Здесь все очень просто. Конечно, мы прочитали это уже во 2 Петра, здесь вы можете наблюдать, да, но еще раз давайте прочитаем Исаия 53 глава. Исаия 53. Исаия 53, вы все знаете, это местописание. Исаия 53, 5. Исаия 53 глава, 5 стих. И пророк Исаия, он говорит это задолго до рождения Иисуса Христа. Он говорит это, получив откровение. Он говорит это в прошедшем времени, хотя это еще даже и не наступило, понимаете. Вот здесь мозг взрывается. Вот здесь вот этот вот, вот этот момент сверхъестественного, он взрывается. Послушайте, Писание, оно говорит, будьте как дети. Вот мои дети, они вообще не парятся. Они вообще ни о чем не заботятся. Они просто, им с папой повезло. Я не пою сейчас себе дефрамы, но правда, слушайте, если сравнить там, ну, с какими-то там, не то чтобы отцами, а просто там, с моим детством там, я знаю детство там, некоторых там, моих друзей там, многих вернее. И им с папой повезло, они еще, они еще родиться не успели, они уже ездили там, в животе у мамы на иномарке, понимаете, да. У нас там вообще была другая ситуация, там во дворе одна копейка стояла, мы просто смотрели на нее с удивлением, не то что там ездили в ней. Потому что, ну, понятно, времена другие, но здесь имеет место благословение. То есть эти дети, уже рожденные в благословении, и они живут, они вообще не парятся. И вот Писание говорит, слушайте, будьте как дети, будьте как дети, которые им говорят, они верят. Они вообще не переживают, потому что знают, что папа рядом, мама рядом, у них все будет в жизни хорошо. Парятся кто? Их родители. Ну вот мы как бы печемся о них, вот мы паримся, во что им одеть? Мы их разбудить, чтобы зубы почистили. Мы всем напомним, кашу, да едай давай, это сделай, носки правильно одень, у тебя один наизнанок, давай переворачивай. Мы все за них сделаем, мы реально это сделаем, мы все это заблюдим. Мы сотворим это, аминь, мы выучим их, они пойдут в школу, в институт, они все это сделают. Мы в этом уверены? Сто процентов. Аминь, скажите, мы это сделаем. Для своих детей мы это сделаем. И мы в этом даже не сомневаемся, что наши дети вырастут, и мы дадим им начальную базу, и потом они уже станут взрослые, и выйдут сами взрослую жизнь. Аминь. Послушайте, нам нужно быть, как дети в Царстве Божьем. Так же, Отец наш Небесный, Он все нам покажет, Он все нам подскажет, чтобы мы там наизнанку не одевались, даст нам денег, на учебу, еще на что-то. Он все это сделает. Я в метафорах говорю, понимаете, да? В точности так же, чтобы мы не переживали. Аминь. И Исаия, 53 глава, 5 стих, он говорит, но Он изъязлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши. Наказание нашего, наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились. Мы исцелились. Наше тело исцелено. Послушайте, да, бывают какие-то моменты, бывают мы там заболели, еще что-то, но слушайте, я вижу, я вижу, не то, что мы нестыковки, я вижу какие-то вещи, которые тоже до конца не укладываются в моей голове, ну просто заболел один ребенок. А другие не заболели. Ну вот в нашей семье, например. Или кто-то, один из родителей заболел, и больше опять никто не заболел. Мы не уехали, не изолировались. Мы все живем вместе, нас 5 человек. Ни разу не было в нашей жизни так, чтобы просто один заболел, и все потом переболели. Не знаю, никогда не было. Ну, может быть, у кого-то из вас было, но у нас не было. И, к чему я это говорю? К тому, что, ну, мы иногда кто-то болеем, хотя вроде бы все верующие, все под защитой, мы все исцелены. И это обетование, что ранами его мы исцелили из прошедшего времени, оно вообще для всех. Но почему-то кто-то из нас болеет. Писание говорит об этом тоже, что где-то, где-то мы допускаем какие-то ошибки, где-то мы открываем какие-то щелочки, как правообраз того, помните, да? Приезжаешь летом, на машине, ночью, в лес, где куча комаров, включаешь внутри машины свет, чуть-чуть приоткрываешь щелку, и если один какой-то кренделек, комарик один, вот просто залетит, он тебе всю ночь испортит вообще. Ты просто там, ты в хлам, ты просто не выспишься вообще никак, пока ты его не убьешь, пока ты там не закроешь. А если их будет 3-5, все, просто хана тебе. Аминь, друзья. И где-то мы с вами, может быть, допускаем какие-то ошибки, мы до конца не видим духовный мир, но послушайте, говорит обетование, что ранами его мы исцелились. Бог печется о нас, и мы уже имеем с вами это исцеление для нашего тела. Аминь. Поэтому, если кто-то из вас болеет, ободритесь сейчас. Ободритесь. Был больной, который лежал 36 лет. Иисус Христос подошел к нему и сказал, встань в постель свою и иди. Встань в свою постель и иди. Было 10 прокаженных. Он говорит, идите, покажите священнику, и все исцелитесь. Все исцелились.